Когда-то я был двухметровым, стройным, голубоглазым блондином и шел дорогой к приключениям. Но потом на футболе не прострелили колено. Здравствуйте, уважаемые шашисты! Это видеокнига «25 ошибок новичка в шашках». Восьмая ошибка – не заниматься физкультурой. Восьмая ошибка вопросами изучения головного мозга человека утверждает, что важно развивать не только мозг с помощью интеллектуальной деятельности, но и с помощью физических нагрузок. Потому что одна часть мозга отвечает за интеллект, а вторая как раз за физику. То есть, если вы, допустим, занимаетесь только интеллектуальной деятельностью, то в старости у вас возможны проблемы с двигательным аппаратом, с теми отделами мозга, которые отвечают за нашу физическую деятельность. И наоборот, если вы занимаетесь только физической культурой, но особо интеллект свой не развиваете, то у вас возможны проблемы с интеллектом, как раз болезнь Паркинсона и так далее, атеросклероз. То есть, мозг – это та же самая мышца, грубо говоря. И мозг требует нагрузок. И интеллектуальных, и физических. Кстати, я хочу отметить, что многие шашисты, например, два шашечных гроссмейстера Антон Созинов и Олег Дашков профессионально занимались футболом. Я, например, знаю, что Виталий Кабисов, мастер спорта по русским шашкам, он также был великолепным футболистом. Его даже в свое время приглашали в футбольный клуб «Спартак» Москва. Например, такой факт еще интересный, что чемпион мира, четырехкратный чемпион мира по футболу Пеле, он, кроме того, является мастером спорта по шашкам. Например, Андрей Аршавин, футболист известный, он в свое время занимался шашками. Причем, достиг, по-моему, первого уровня взрослого, первого разряда, был чемпионом своего района и занимался, кроме того, у известнейшего тренера Сергея Маншина. Вот такие интересные факты. Какими видами спорта лучше всего заниматься шашистом? Ну, это, безусловно, не ударные виды спорта, то есть это не бокс, не кикбоксинг, это не ММА и так далее. Борьбу также не рекомендую. Ну, например, плавание, теннис большой, настольный, велосипед, езда на велосипеде, обычные пешие прогулки. Кстати, великолепно для шашек подходит футбол, бег обычный также. Вот, кстати, гулял сейчас в лесу и удалось заснять даже тренировку сильнейших спортсменов Пермского края по бегу. Можете посмотреть. В здоровом теле здоровый дух, утверждает русская народная пословица. Безусловно, это так. Мой тезка, гроссмейстер Олег Романчук в своей книге утверждает, что по ходу турнира он шел неважно. Но затем он встретил мастера из Ленинграда, ветерана шашек Евгения Тюнева. И они стали ежедневно по утрам бегать кросс и принимать холодные ванны. И, друзья, это помогло Олегу Романчуку, и он стал обыгрывать одного за другим своих соперников. Почему так произошло? Тот же профессор Сергей Савельев утверждает, что такая небольшая часть нашего тела, как головной мозг, а напомню, что головной мозг в среднем весит от 1 до 2% нашего тела. Всего лишь. Во время сна мозг потребляет до 9% энергии тела. А во время интеллектуальных нагрузок, друзья, мозг потребляет до четверти от энергии тела. То есть, потребляет до 25% энергии тела. То есть, друзья, если вы развиваете свой мозг с помощью интеллектуальных и физических нагрузок, он становится сильнее и, грубо говоря, выносливее, как мышцы. То есть, мозг можно, в принципе, сравнить с мышцами. Мышцы, вот когда вы занимаетесь физическими нагрузками, волокна мышц, они разрываются. Но затем они снова восстанавливаются и уже становятся сильнее. Ну, это сложный процесс, там молочная кислота образуется, ее надо выводить. То есть, вот это процесс восстановления. Также и головной мозг. То есть, участки головного мозга, они состоят из маленьких нейронов. Вот эти нейроны под воздействием мысли, да, наших размышлений, они разрушаются. И затем они восстанавливаются, но уже в 3-4 раза больше. И вот с помощью вот этих разрывов и создания новых нейронов, участков головного мозга, и как раз развивается мозг. То есть, мы можем больше запоминать. Но этот процесс идет непрерывно. То есть, нельзя какие-то свои знания вложить в голову навсегда. То есть, постоянно вот эти нейроны, они обновляются, разрушаются, новые создаются. И за счет этого мозг развивается. То есть, если вы прочитали какой-то шашечный вариант, его надо периодически повторять. Для того, чтобы не забыть. Ну, грубо говоря, допустим, треугольник Петрова, да, чтобы вы могли повторить вас в 2 часа ночи разбуди, вы должны, как говорится, поймать своего соперника на треугольник Петрова. Вот как азы должны быть какие-то определенные технические приемы. То же самое связано и с физической культурой. У вас должны быть какие-то определенные физические занятия. То есть, с утра, допустим, встали, сделали зарядочку. Допустим, днем пошли, прогулялись, да, или вечером. Ну, когда есть свободное время. Обычная пешая прогулка также помогает развивать тело. Вы дышите свежим воздухом, то есть, не дышите. Многие города сейчас, воздух грязный в них, поэтому важно отдыхать на природе, дышать свежим воздухом. То есть, я вот часто гуляю в Балатовском парке, всем рекомендую. Ну, в любом парке, какой есть в вашем городе. Гуляйте, дышите свежим воздухом. Можете бегать, можете играть в футбол с друзьями. Помню, как-то тоже на соревнованиях по шашкам, днем мы играли в шашки, я очень устал, а вечером поиграли в футбол. И, друзья, вы знаете, мне стало легче на самом деле. То есть, занимаясь интеллектуальной деятельностью, вы устаете, ваша голова устает. Затем вы занимаетесь, допустим, вечером физической активностью, и ваша голова, она отдыхает. То же самое, допустим, вы устали физически, значит, надо еще и умственно поработать, понимаете. За счет этого, как бы, тело разгружается, вам становится легче. На самом деле, это так. Ну, и плюс происходит как раз гармоничное развитие человека. То есть, это, по сути, и физическая активность, и интеллектуальная. Ну, конечно, духовно надо развиваться, об этом никто не должен забывать. То есть, творите добрые дела, давайте милостыню нищим, почитайте своих родителей. Не обижайте слабых, немощных, наоборот, помогайте им. Ну, и, друзья, сегодня праздник, день ВДВ. Поздравляю всех людей, кто служил нашей небесной гвардией. С днем ВДВ. Друзья, искренне вас поздравляю. Надежда только на вас. Никто, кроме вас. Ну, и в честь дня ВДВ тоже сегодня немножко подтянулся. На турничке. Криво, тяжело, с рывками. Но 10 раз подтянулся. Ну, друзья, до свидания на этом. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова